Здравствуйте, меня зовут Евгений Литоноский. В этом видео мы с вами поговорим о лазерной пластике геморроя. Очень часто проблема в колорактальной хирургии. Поговорим мы сегодня с вами с Никитой Жижиным, кандидатом медицинских наук, онкологом, рактологом, организатором здравоохранения. И так мы поговорим и определимся, что же такое лазерная пластика геморроя, в чем отличие хирургии от лазерной пластики геморроя. Как проводится, конечно же, поговорим эта методика, насколько она болезненная или безболезненная, и что будет дальше после лазерной пластики, как будет себя чувствовать пациент, в чем заключается реабилитация. Итак, Никита Кириллович, собственно, что такое лазерная пластика геморроя? Ну, собственно, лазерная пластика геморроя – это методика удаления внутреннего и наружного геморроидального узла за счет коагуляции тканей и термическом поражении питающей сосудистой ножки геморроидального узла. Значит, лазерная пластика – это запатентованная методика фирмой Биолитек, и используются в этой пластике световоды фирмы Биолитек, и обязательно используются радиальные и, соответственно, заостренные конусовидные световоды. Это очень важно. То есть они и радиальные, и конусовидные? Да. То есть он достаточно острый? Да, острый. Вот этот инъектор используются для введения световода в подслизистый слой. Но о методике мы сейчас поговорим, и детально я расскажу о каждом этапе проведения лазерной пластики. Да, в чем очень важный вопрос, вообще отличие самого вот этого метода, самого принципа лазерной пластики от других открытых методов? Вот самая суть, почему, почему это вот, да, ноу-хау, скажем? При использовании лазерной пластики не повреждается ткань прямой кишки, слизистая прямой кишки не повреждается. Все остальные методики, будь то шовное легирование, будь то методы закрытой или открытой геморроиды к томе в модификациях Эмилиган-Моргана и модификациях Института колопрактологии, они все заключаются в травматическом повреждении ткани прямой кишки. То есть, по сути, всегда приходилось этот узел как-то механически убирать, да? Да. Каким способом они были разные? Иссекать, прошивать, то есть, связанное с достаточно агрессивным воздействием. Давай тогда, собственно, покажем, да, как примерно проходит вообще вот эта вот операция, да, все-таки это не процедура, эта операция, но тем не менее она подслизистая. С чего все вообще начинается? Все начинается с нашей волшебной и лучшей методики использования помпы для местной анестезии. И обязательно мы используем помпу с холодным анестетиком. Это наше ноу-хау. Иголочка наша вот. Значит, что мы делаем? Мы вводим анестетик и посредством помпы создаем подушечку вокруг периональной зоны. Это первое. Второе. Значит, мы проводим световод с помощью специальной проводника, который прилагается. Это прям комплект. Да, это комплект, который прилагается и идет вместе со световодом и вводится этот проводник и световод в подслизистый слой прямой кишки под узел, не повреждая слизистой. Перед этим, значит, мы выставляем мощность излучения, я хотел бы заострить внимание, до 8 ватт. И проводим, значит, подаем лазерное излучение и проводим, можно так сказать, вапоризацию этого узла. Затем, чтобы проверить эффективность нашей процедуры на геморроидальном узле, мы проводим эндоректальное исследование с помощью датчика ультразвукового. И по звуковому сигналу мы понимаем, есть пульсация или нет пульсации. Да, то есть, по сути, вот я покажу, да, чтобы, Никита Кириллович, не очень удобно и видно, вот здесь находится геморроидальная артерия, которая питает, да, то есть, соответственно, вот этот доплер, который используется, совершенно уникальный, он используется, чтобы найти вот этот питающий сосуд, да, за счет чего живет сам узел, да, геморроидальный. Вот. И, соответственно, мы можем это сделать и до, и после, это мы делаем до и после, смотрим, где сосуд, коагулируем и потом проверяем еще с контрольным. То есть, это получается, так сказать, качество проведенного лечения? Качество проведенной процедуры мы дополнительно объективизируем за счет ультразвукового метода. Еще несколько слов по физике лазерного излучения. Световод конической формы. Световой пучок подается веерно, конически от оптоволокна. И, соответственно, воздействие идет не линейное, а рассеянное радиальное. Соответственно, находясь под слизистым слоем и подавая мощность излучения до 8 Вт из 6 точек, обычно это достаточно для того, чтобы выполнить полностью удаление, импаризацию, пластику этого узла. Итак, я знаю, что, собственно, именно вот эта технология BioLitec, да, с помощью этого конического световода, возможно убирать как внутренний геморрой, так и наружный. Вот что по этому поводу можно сказать? Бесспорно, методика подразумевает удаление и наружного, и внутреннего узла, но я все-таки рекомендую использовать его до третьей стадии геморроя с удалением как наружного, так и внутреннего узла. Вообще, чтобы пациенты понимали, сколько по времени происходит вот эта вот процедура лазерной пластики геморроя по BioLitec, чтобы мы приблизительно понимать, сколько пациентов в операционной находится. Лазерная пластика проводится от 15 до 30 минут. То есть достаточно быстро? Да. И не важно, какая стадия геморроя, первая, вторая, третья, или все-таки есть какие-то вот эти вот нюансы по времени? До 15 минут первая, вторая, третья до 30 минут. Хорошо. Очень важный вопрос, конечно, по тому, что будет происходить после лазерной пластики, да? Насколько болезненно, что делает пациент сразу после лазерной пластики, какова реабилитация? Хотелось бы отметить, что пациент на следующий день не испытывает никаких неприятных ощущений. Болевые ощущения возможны в послеоперационном периоде, в первые сутки, и то они на самом минимальном уровне находятся для пациента. И мы здесь вполне можем справиться с обыкновенными ненаркотическими анальгетиками, которые доступны в аптечной сети. Второе. Пациент быстро возвращается в строй, что очень важно при нашем подвижном и очень ритмичном образе жизни. Соответственно, трудоспособен он уже через 12-24 часа после проведения процедуры. Так быстро? Так быстро. Очень важно осложнение, да? Всегда все пациенты пытаются искать информацию по осложнениям той или иной методики. Дело в том, что в интернете практически ничего нельзя найти по осложнениям именно лазерного удаления, уж тем более по лазерной пластике. Какие, ну, возможны, в принципе, осложнения после удаления геморроя лазером? Ну, основное осложнение – это тромбоз и кровотечение. А что нужно делать, если возник тромбоз? Если возник тромбоз, мы можем консервативно провести лечение, можем оперативно провести лечение через определенное количество времени, то есть на третий-четвёртый день. Вот. При кровотечении, если мы далее не можем остановить кровотечение, связанное с использованием гемостатической губки или гемостатиков, то тогда выполняем прошивание кровотечащего участка. То есть, в принципе, на самом деле, разрешение этих проблем, оно не стоит сложное, да, в проктологии? Я так понимаю, что всё-таки осложнения-то возникают, ну, не при начальном, естественно, геморроя, когда уже запущенное, да, остальное. Осложнения возникают тогда, когда врач-проктолог немножко переоценивает свои шансы в выполнении этой методики. И, соответственно, тогда и возникают эти осложнения. Вот отличное замечание, то есть врач должен чётко представлять, что он делает. Вроде бы простая методика, быстро выполняется, но надо знать, миллион нюансов, да, как это правильно, как говорится, приготовить. И ещё вопрос рецидива, да, он часто используется, ну, обсуждается в научной литературе, всё-таки по поводу рецидива после именно удаления геморроя лазером лазерной пластикой, да? Эта тема пока что очень вариабельна и дискутабельна, так как методика новая, и, соответственно, отдалённые результаты мы проследить пока ещё очень на большом выборке пациентов мы не можем. Но осложнение, вернее, рецидив заболевания, конечно же, я думаю, что он возможен, но процент этих осложнений, по моему мнению, он невысок. Хорошо. Возник рецидив, да? Что тогда можно предпринять? И через какой период после лазерной пластики? Рецидив обычно возникает не сразу, он может возникнуть через энное количество лет, и тогда мы вновь можем использовать. Всё зависит от рецидива. Если один узел рецидивировал, пожалуйста, мы можем предложить арсенал у нас методов лечения одного узла широкого. Вот. Более одного я не думаю, что три узла рецидивируют, это навряд. То есть быстрый рецидив такой вот молниеносный, да? Это один узел, максимум два в период год-три после операции. Хорошо, а что можем сделать? Вот через год возник там какой-то узел. Также лазерную пластику, пожалуйста. А ещё что можно сделать? Склеротерапию. Вот, это очень интересно. Так что я так понимаю, что всё-таки, да, действительно небольшие узлы, да, если возникают какие-то там, да, вот, не полностью удалённый узел, не полностью слопнулись эти каверны, не полностью они обработаны с помощью лазерного излучения, то всё-таки, наверное, склеротерапию применить, наверное, можно, да? Да. Вот, предположим, сделана лазерная пластика, когда пациент вышел из операционной, да, куда он попадает, чтобы, ну, сразу было понятно нашим пациентам, что происходит вот сразу после операции? После операции пациент сразу попадает в палату наблюдения, где за ним ведётся кардиомониторирование, мониторирование давления, пульса, проводится терапия, направленная на анальгетическая терапия, и, соответственно, местный холод, мы также этот потенцируем эффект за счёт использования холода мест. А сколько примерно должен пациент находиться в палате? Обычно они у нас находятся один-два часа. Светов вполне достаточно, и можно спокойно идти домой. Да. Хорошо. Я постараюсь подвести итог этого очень важного разговора. Ну, во-первых, лазерная пластика действительно это достаточно уникальный метод для того, чтобы убирать наружный и внутренний геморрой. К сожалению, нельзя помочь всегда, если это очень запущенная стадия, да, четвёртая, когда всё, все эти геморроидальные узлы вываливаются через анальный канал. Конечно, здесь нужно очень осторожно к этому относиться. Лазерную пластику нужно уметь приготовить, как я говорил раньше, да, то есть это должен сделать высококлассный специалист, который имеет уже опыт в лазерной хирургии аноректальной области. Проводится лечение под местной анестезией. Это практически без болезни. Используется современная анестетика, специальная помпа, криоохлаждение, но в общем подходов очень много. Ну, реабилитация – это где-то, да, от 1 до 5 дней, в зависимости от того, какой геморрой парактолог убирал. Болевой синдром практически отсутствует. Ну, конечно, неприятные ощущения будут присутствовать. Это совершенно нормально, там будет отёк, да. И, как правило, никаких выраженных, особенно наркотических анальгетиков, да, здесь применять не требуется. Я хочу призвать вас обращаться в наш центр, потому что действительно наши парактологи – это высочайшие специалисты. Вообще, на самом деле, в 2007 году, в 2007 году, Никита Кириллович Жижин, ну, и Евгений Анатольевич Ритуновский впервые выполнили лазерную коагуляцию геморроя ещё старыми торцевыми световодами. То есть, на самом деле, опыт наших парактологов, он колоссальный, и не только для России, но и для мира. Поэтому я призываю всех обращаться в наш центр. Спасибо, что вы смотрели это видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok